Этот доклад посвящен выпуску нового релиза опенсорсной версии контроллера RUNOS. При этом мы пофантазируем о том, то есть я сначала расскажу о том, какие проблемы есть при программировании для программиста OpenFlow и какие изменения требуются. Пофантазируем, как будет выглядеть программирование для SDN-сетей в будущем. Давайте тогда перейдем к началу. Сначала я напомню о том, что вообще такое SDN OpenFlow, кратенько для тех, кто первый раз об этой теме слышит. Суть традиционных сетей – это связанная сеть, распределенных между собой устройств, это статализованная сеть. Каждое устройство изучает мир вокруг себя само по себе. При этом каждое устройство очень дорогое, хранит внутри себя одну и ту же функциональность и логику. Идея в SDN в том, чтобы, во-первых, вынести всю логику управления из этих устройств в какой-то централизованный узел, логически централизованный узел. И устройства при этом сетевые становятся, или коммутаторы становятся очень простыми. Их задача заключается в том, чтобы пересылать пакеты по заданным правилам, минуя всю сложную логику, которая была на них раньше. Вся логика сейчас концентрирована в этом централизованном устройстве, в мозге сети, которое говорит этим устройствам, что и как нужно делать. При этом появляется возможность программировать эти устройства. Причем программировать не просто говорить им, посылать какие-то правила по управлению, по работе, по тому, как они должны пересылать пакеты, но и получать некоторые события из сети. И вот такое событийное программирование, реакция на эти события, такие, как, например, порвался канал, порвался канал, отключился порт. Эта информация, события, приходит на контроллер. И контроллер может на нее реагировать, понимая, что здесь нужно перестроить маршрут, или провести какую-то более сложную логику. При этом, какая главная цель была? Главная цель была о том, чтобы вот этот интерфейс управления, контроллера этого мозга сети с устройствами, он был открытый. Сейчас таким примером является протокол OpenFlow, о котором мы чуть поговорим попозже. Что мы вообще получаем, когда мы переходим к таким программированным сетям? Во-первых, мы упрощаем управление этими сетями с точки зрения администратора. То есть теперь вся логика и вся сложность управления сконцентрирована в этом логическом центре, в этом контроллере. Мы получаем удешевление оборудования. Так как мы вынесли всю сложную функциональность, как софтовую, так и железную, из самих коммутаторов, они должны стать дешевле. Предполагается, что дешевление должно быть примерно в 5 раз. То есть они должны быть в 5 раз дешевле, эти устройства. Ну и самое интересное с тем, что у нас появилась программированность и возможность реагировать на сеть. Теперь у нас сеть дышит, и мы можем влиять на то, как она работает. Мы можем разрабатывать ранее недоступные сервисы. То есть раньше вообще не было возможности. Раньше все это, весь мир, он был закрыт, сетевой мир был закрыт для людей по внесению своих собственных изменений. Это, в общем-то, не нравилось. Когда какой-нибудь оператор связи хотел добавить какую-то функциональность, он шел к вендору и просил, вот мне нужна такая функциональность. Вендор ему говорилось, что если вы нам оплатите наш R&D, например, не знаю, то через 20 месяцев вы получите такую функциональность. Соответственно, это все очень ступорило развитие. Если раньше под SDN OpenFlow были некоторые, собственно говоря, вопросы о том, считалось еще даже пару лет назад, что это что-то такое из области фантастики, есть традиционные сети, которые есть, и это незыблемо, то сейчас SDN сам как термин уже используется во всех устройствах, и это уже как бы то, что свершилось. То есть иметь возможность программировать сетевые устройства – это то, что есть сейчас, уже сейчас, в данный момент. Есть некоторые нюансы, о которых мы как раз поговорим, но в любом случае этот термин есть, и от этого мир уже сетевых технологий изменился и двинулся сильно вперед. То есть он стоял на месте последние 10 лет, но сейчас он сильно двинулся вперед. Продолжим про SDN. В терминологии SDN мы будем рассматривать именно протокол OpenFlow. То есть SDN – это не равно OpenFlow, это надо понимать, OpenFlow – это именно протокол общения контроллера с коммутатором. Всего у вас нарисован коммутатор. Какая логика работы на коммутаторе? Все, что осталось, – это таблица потоков. В новых версиях OpenFlow много таблиц потоков, но суть в том, что когда пакет приходит на коммутатор, сравнивается его заголовок с той информацией, которая сохранена в таблице потоков. Ищется первое сопоставление, то есть первое правило, к которому этот пакет совпадает. Как только, если это правило уже есть, то, соответственно, выполняется действие, которое в этом правиле заложено. То есть на картинке это отправить на четвертый порт. При этом, если этого правила нет, и это основная суть OpenFlow в том, что если для конкретно этого потока, или пакета, не нашлось никакого правила, произойдет событие пакеты, но этот пакет отправится, первый пакет потока отправится на контроллер. На основе анализа информации и разбора этого пакета контроллер поймет, куда его нужно перенаправить, на какой физический порт. Он отправит это правило на коммутатор, и все следующие пакеты из этого потока уже пойдут по этому правилу. То есть, еще раз, первый пакет, если для него нет правил, он отправится на контроллер, контроллер устанавливает само правило, все следующие пакеты идут по уже проложенным правилам. А это называется реактивный режим работы. Есть режим проактивный, когда мы заранее знаем всю конфигурацию сети и ее заливаем на коммутатор. Глобально, как это выглядит? Когда у нас есть большая... То есть, мы сейчас обсудили, как работает управление для одного коммутатора. Представим себе сеть уже из нескольких коммутаторов. контроллер, он расположен у нас на картинке справа вверху, он уже видит всю сеть, он уже узнал всю сеть, построил топологию, знает, где находятся хост А и Б. А после... Сейчас попробуем с указкой. Не знаю, видно ли указку. Можно сказать, видно указку. Да, все, видно указку. Соответственно, когда у нас хост А хочет отправить пакет хосту Б, этот пакет приходит на коммутатор. На коммутаторе нет никаких правил. Как мы уже выяснили, запомнили из предыдущего слайда, этот пакет через протокол OpenFlow идет на контроллер. Контроллер поймет, что этот пакет в точку Б построит маршрут из точки А в точку Б. Сначала у себя в голове, то есть на основе централизованных алгоритмов передачи данных. Дальше он отправит все эти правила, которые он построил, через протокол OpenFlow на коммутатор. И все пакеты пойдут уже по новому проложенному маршруту. Дальше интересная вещь, это то, что дает возможность вносить динамику в работу OpenFlow в сети. Представим, что у нас порвался вот этот канал. Понятно, что пакет уже не доходит, но эта информация дойдет до контроллера. Когда эта информация дойдет до контроллера, контроллер поймет, что через него раньше шел такой-то маршрут и захочет перестроить этот маршрут уже по-новому, то есть минуя проблемный канал. Он построит новый, зальет новые правила на коммутаторы так, чтобы пакеты шли уже по новому проложенному маршруту. Так работает с ДН OpenFlow сеть в теории, не в теории даже, но просто как это должно работать. То есть мы вспомнили, как работает. Теперь мы расскажем о том, как выглядит программирование для таких сетей. То есть какие проблемы мы как OpenFlow программисты, как сетевые программисты с этим встречаемся. С какими проблемами мы встречаемся, и как мы с этим в данный момент боремся. И пофантазируем о том, как должно выглядеть СДН программирование в будущем, так, чтобы мы не видели этих проблем. Чтобы упростить программирование с точки зрения разработчика. Начнем с самого протокола OpenFlow. Вся концепция протокола OpenFlow заключается, во-первых, в открытости, во-вторых, в детальной спецификации, то, как коммутатор должен общаться с контроллером. Но по сути получается, что OpenFlow очень низкоуровневый язык. То есть программировать само по себе с OpenFlow не является простой задачей. Если те, кто знаком просто с программированием, то для нас программировать на OpenFlow с использованием примитивов OpenFlow, это как программировать на уровне ассемблера для процессоров. Когда мы программировали на OpenFlow и пишем вообще сетевые приложения, мы вообще должны помнить о том, что на самом деле у нас приложений-то много, и мы должны помнить о том, что каждое приложение, оно может влиять друг к другу. То есть правила, которые мы посылаем в сети, они могут друг другу мешать. Во всем этом нужно помнить. С другой стороны, нужно помнить с точки зрения программиста, это как бы уже модель такая, что мы должны помнить о тех правилах, которые уже установлены на коммутаторах. О тех правилах, которые нужно установить на коммутаторах. Какие-то правила должны, в них еще таймеры, этот таймер может истечь. То есть правила уже перестанут действовать. Мы должны залить новые правила. Во всем этом мы должны помнить. Кроме того, что вообще обещал OpenFlow? Это возможность переноса приложений. Должен был появиться механизм по запуску приложений. То есть человек написал один раз приложение для какого-то контроллера, и дальше может его запустить на любых других контроллерах. Об этом тоже нужно думать. Сейчас это не так, но к этому потихонечку идет развитие именно SDN-программирования. Теперь перейдем более к деталям, какие именно проблемы встречаются. То есть мы рассмотрим 4 основных проблемы и расскажем, как мы с ними боремся сейчас. Первое, то, что я уже говорил, это протокол OpenFlow очень низкоуровневый. Здесь у вас на слайде показана вырезка и спецификация OpenFlow. Это команда, которую нужно отправить на коммутатор, для того, чтобы на ней появился новый поток. Как видите, здесь достаточно много полей, которые нужно заполнить. Это только базовые поля. То есть если дальше здесь посмотреть, то дальше нам нужно заполнить те поля, по которым мы матчим наш пакет, дальше нужно заполнить действия и так далее. То есть это достаточно большая работа, однотипная работа по заполнению этой структуры. Понятно, что это все может быть какие-то функции, но по сути это выглядит при программировании вот так. Это реально код наших приложений, которые мы используем чисто OpenFlow. То есть по сути это выглядит, вот мы создаем наш поток, мы его как-то заполняем, отправляем на коммутаторы. Следующий поток, опять мы добавляем в него поля, действия, которые мы хотим совершить, опять отправляем на коммутатор и так далее. То есть по сути мы вот так, таким низкоуровнево отправляем наши правила, которые мы хотим на устройство. Это относительно... Это не то, что сложно, к этому можно привыкнуть, но это вносит некоторые сложности. Сложность в том, что нам нужно помнить те правила, которые мы туда ставим, заливаем. Это еще может быть простое приложение. Когда какие-то начинаются более сложные действия, то то ли мы правила отправили, то ли мы правила отправили и так далее. Дальше, если мы что-то пошло не так, то есть нам нужно понять, где же мы во всем этом коде ошиблись, где мы не ту команду подставили, не то число вписали. То есть отладка достаточно сложные действия. Дальше. Пойдем на уровень. То есть мы только посмотрели, как писать одно приложение. Теперь представим, что мы хотим... У нас есть несколько приложений. То есть есть два независимых разработчика, которые хотят написать два своих приложения. Один человек очень хорошо разбирается в алгоритме маршрутизации, поэтому он пишет приложение Forwarding, которое понимает по Sarsu и Destination, куда нам по адресу отправить или получать или куда нам нужно отправить пакет. Другое приложение, например, идеально пишет зеркалирование. То есть человек хорошо разбирается в том, как нужно зеркалировать, какие форматы переводить его во время зеркалирования, что куда переписать. Это являлись два независимых приложения. Казалось бы, это должно быть два разных разработчика. Предположим, что мы их одновременно запустили на контроллер. А когда приходит пакет на коммутаторы, для него нет правила, и оно отправится на контроллер. Контроллер, если контроллер сам себе простой, и у него нет никакой логики внутри, он разошлет это сообщение всем подписанным на это сообщение приложением. То есть информация о том, что появился новый пакет, для которого нужно построить правила, уйдет на оба приложения. Первое приложение решит, что так как оно хорошо муштизаться, и нужно отправить на порт 1. Второе приложение поймет, я же зеркалирую, то есть мне нужно все пришедшие пакеты отправить на специально выделенный 5-й порт. Что произойдет? Оба этих приложения независимо отправят эти две команды на коммутатор. На коммутатор, во-первых, неизвестно, в какой последовательности кто из них первый отправит, и в какой... то есть неизвестно заранее, в какой очередности эти два правила установятся в таблицу потоков. Согласно OpenFlow, даже несмотря на то, что здесь два правила, но они пересекаются по заголовку, то есть по тем полям, по которым сравнивается пришедший пакет, выяснится, что первое... будет всегда работать только первое правило, которое туда установилось. То есть всегда будет работать форвардинг. Второе правило никогда не будет использоваться. Это концептуальная проблема. Мы сейчас, когда у нас встречается такая ситуация, мы должны помнить... То есть программист второго приложения, он должен понять о том, что его правила, скорее всего, будут мешать другим существующим приложениям. И этот человек должен разбираться в том, что здесь есть какие-то приложения. Их может быть набор из 10 штук. И они все куда-то перенаправляют по различным правилам. Они с различными потоками, с различными заголовками работают. Но все они могут отправлять пакеты по своим маршрутам, согласно их логике. Мы хотим зеркалировать все приложения. То есть по сути, разработчик второго приложения, он должен пойти в каждое из этих приложений и написать их. Если включено мое приложение, то помимо того, что ты отправляешься на первый порт, отправляешь еще и на пятый порт. И это работает. Понятно, что есть механизмы, как это упростить, какие-то шаблоны, в том же Сип-Кристусе и так далее. Но в любом случае это уже не универсальность. То есть человек, второй разработчик, должен помнить о том, что есть первое приложение, и его правила могут с ним пересекаться. Но было бы здорово, если бы сам контроллер мог понимать, что эти два приложения не конфликтуют друг с другом. И можно было бы просто объединить эти два правила, залив одно правило, в котором будет написано отправка, что этот IP-адрес, эти пакеты, нужно отправить и на первый, и на пятый порт. Если бы это было возможно, это сильно бы упростило работу программиста и позволило сделать ее более универсальной. Рассмотрим следующую проблему. Третья проблема. Нам нужно учитывать, несмотря на то, что по спецификации OpenFlow, то есть это спецификация, в которой говорит о том, как должны работать OpenFlow коммутаторы, то есть какие команды оно должно поддерживать. По сути, все протоколы OpenFlow, все коммутаторы трактуруют OpenFlow по-разному. С другой стороны, не вся функциональность поддерживается. Какие-то коммутаторы не имеют поддержку групп чейнинга. То есть это есть групповые записи в OpenFlow, и нельзя из одной записи сослаться в другую запись. Это очень полезно при программировании, чтобы сделать программирование любой универсальной. Кто-то не поддерживает механизмы ограничения полосы пропускания. Мы не можем сказать, то есть ограничить для какого-то клиента те мегаби... То есть ограничить количество трафика, который генерит тот или иной клиент, то есть по заданным правилам. Нет очередей, нет поддержки FastFailLower, то есть нет поддержки в коммутаторе отказоустойчивости, то есть переключения между портами. Но при этом, мы когда разрабатываем приложение, мы должны мы-то разрабатываем для протокола OpenFlow, то есть для... Мы предполагаем, что все это уже реализовано в коммутаторах. И получается, что в реальной жизни мы должны где-то хранить информацию о том, что умеет то или иное устройство, железное устройство, как правило. А, еще в качестве примеров, то есть то, что... Еще примеры. То есть понятно, что не вся функциональность поддерживается, есть более такие интересные способности, особенности. То есть коммутаторы, зачастую сейчас, у них очень слабый control plane. То есть мы не можем загрузить по максимуму, то есть отправляя OpenFlow сообщение, мы должны это делать по чуть-чуть. То есть, условно говоря, мы не можем сразу установить все там сервисы, которые мы хотим. Нужно уметь ограничивать количество правил, которые мы отправляем на коммутатор. Это число тоже варьируется, и опять оно зависит от коммутатора. Другие особенности программирования, это, во-первых, есть зависимость в сообщениях OpenFlow, то есть если мы отправляем групповое... То есть если мы отправляем... Если мы хотим использовать групповое сообщение, то мы должны сначала установить групповое сообщение, потом отправить уже основное... установить поток, который будет эту групповую запись использовать. Кроме того, для того, чтобы достичь максимальную пропускную способность, максимальную производительность сетевого устройства с точки зрения Control Plane, мы должны там агрегировать их, например, в пачки. То есть все команды нужно объединять, отправлять их определенным образом. Сначала, например, групповые сообщения, потом Flow Mode, отправлять это на устройство. И представьте, что об этом во всем должен думать программист. То есть если не будет поддержки в контроллерах вот этой всей функциональности, программисту это будет очень трудно. То есть все вот эти способности учитывать. Сейчас как мы обходимся? У нас есть, условно говоря, файлик, в котором мы храним... У нас, я имею в виду с точки зрения программиста, в котором мы... у нас есть некоторые параметры. Дальше мы для каждого производителя говорим, какие параметры он поддерживает, не поддерживает, какие ограничения для него есть. и уже внутри при написании программы мы это учитываем. Например, если у этого приложения можно устанавливать метринг, то есть можно... Есть режим поддержки ограничения пускной способности, то мы... То есть там будет такой if. Если это возможно, установить вот, установить правило на метр. Если невозможно, то это будет не установлен. И это, опять-таки, приносит некоторое нередкость. Человек все равно при программировании, несмотря на то, что мы упростили, делали некоторую универсальность по свойствам коммутаторов, все равно он должен понимать, что когда он стоит какое-то правило, коммутатор может и не установить его. И об этом нужно, собственно говоря, тоже помнить. Какие есть еще особенности? Четвертая проблема. Существует... То есть помимо того, что не вся функциональность может поддерживаться в коммутаторах, у них может быть концептуально другое понимание свое видение OpenFlow конвейера. То есть как они видят, как они представляют управление, как они видят тот процесс обработки пакета, который заложен в чипсете. Например, будем тогда предметно говорить о Broadcom и его абстракции OpenFlow, которая называется OFDPA. То есть тут опечатка. OFDPA. OpenFlow Data Plane Abstraction. Коммутаторы имеют свой пайплайн. То есть это не только OFDPA, но большинство относятся к коммутаторам, железным коммутаторам. Это означает, что у них разное количество таблиц, которые мы можем использовать. У каждой таблицы разное количество полей, по которым мы можем сравнивать пакеты. Разный набор действий и разный набор экспериментальных значений, которые мы можем использовать для реализации той или иной более интересной или хитрой функциональности, которая заложена в чипсете. Используем функциональности. Получается, что у нас есть вот такой вот граф, который, например, граф для ODP, где мы знаем, что если в первых таблицах можем сравнивать только import, в следующих таблицах можем сравнивать только VLAN поля, здесь мы можем сравнивать только MAC-адреса в этой таблице, здесь только IP-адреса, здесь только MPLS-метки. У нас есть, например, вот эта таблица, которая умеет сравнивать все, но сравнивать все поля, которые возможны воплотно. У меня всего там 2000 записей, это мало. Здесь концептуально уже некоторые... Это уже другая абстракция, нежели OpenFlow. То есть OpenFlow мы предполагаем для программиста удобно, когда он думает о том, что есть неограниченное количество таблиц. Все таблицы универсальны, он может их использовать единым образом. Создавать их неограниченное количество, выставлять их неограниченное количество в конвейере, выполнять все возможные действия, переходить из любой таблицы в другую. На самом деле это зачастую не так. Есть уже стандартизированные... абстракции, которые ограничивают вот эту возможность, что куда можно переходить. И об этом, словно говоря, нужно тоже думать программисту, если он хочет работать с этим устройством. На практике получается, что мы должны практически с нуля... Писать такой большой if. Если у нас поддерживается с OpenFlow, то мы все нормально делаем. Если нет, то нам придется разбивать правила на несколько, проводить какие-то действия для того, чтобы была возможность использовать эти специфические для конкретного устройства таблиц. Почему вообще такие ограниченные пайплайны появились? И они есть. Потому что это возможность использовать существующие устройства. То есть вот то, что здесь нарисовано, это, по сути, представление существующего пайплайна в традиционных сетевых устройствах. Просто тот же Broadcom дает возможность нам их конфигурировать с помощью OpenFlow. При этом... То есть мы получаем урезанный функционал, это плохо, но при этом мы, во-первых, можем использовать существующие чипсеты, что сильно дешевле, чем придумать нового, чем использовать сетевые процессоры для полной поддержки OpenFlow. И мы получаем высокую скорость системы. То есть с Broadcom тоже самое, и Trident-ы, они работают на близким к терабитам скоростях. То есть поддержка таких устройств, она важна. Продолжение следует... Просуммируем то, что мы говорили до этого. Что нам нужно сделать, чтобы упростить жизнь программиста? Во-первых, мы хотим... Нам нужно повысить уровень абстракции, уровень языка программирования сетевых приложений. То есть мы не хотим уйти от скрытых вот этих деталей по заполнению структур OpenFlow. Это очень низко уровни. То есть нам нужно, условно говоря, перейти от уровня программирования на ассемблеры к уровню программирования на высоковыруемых языках с поддержкой объектно-ориентированных программирований. Аналогия примерно такая. В связи с тем, что у нас появился более высокий уровень языка программирования, нам нужна система генерации правил, которая по этой более высоковыруемой абстракции будет переводить это в протокол OpenFlow. То есть предположение, что мы будем использовать протокол OpenFlow как основной для общения с сетевым устройством. То есть лонгая как основная. У нас должна быть система разрешения конфликтов. Я показывал систему, когда у нас два приложения могут друг с другом конфликтовать, посылать пересекающие правила, и нужно уметь с этим как-то бороться. Не бороться, а исправлять динамики для того, чтобы человек не думал о том, что где-то есть еще приложение, которое может посылать правила, которые мне противоречат. Должна быть автоматическая система разрешения конфликтных ситуаций. С учетом тех двух проблем последних, третьей и четвертой, когда у нас есть оборудование, которое либо не поддерживает протокол OpenFlow, либо поддерживает его, в смысле не полностью поддерживает, какими-то ограничениями, либо концептуально имеет другой пайплайн, в котором нам нужно правила разбивать на несколько частей, запихивая одну часть правила в одну таблицу, другую в другую и так далее. Нам нужна некоторая система трансляции правил. Чистый OpenFlow правил нам нужно уметь разбивать или ограничивать динамики. Если нет у этого коммутатора поддержки метринга или групповых таблиц, значит, мы должны вырезать эту информацию из правил, который хочет установить приложение и минуя необходимость об этом думать самому программисту. Все вот эти элементы, они важны, и они как бы необходимы для того, чтобы упрости жизнь для программистов. На что это вообще похоже? Есть две аналогии. Первая – это компиляторы языки программирования. То есть мы это уже проходили. Раньше люди программировали на основе микрокарт, перфокарты, я имею в виду, когда протыкали в нужных местах, имитируя программирование в машинных кодах. Дальше появился Assembler, C, C++, Java и другие языки программирования, уже там более высокоуровневые. Все это мы уже проходили. И для этого нужны компиляторы, которые будут поддерживать программирование на основе тех библиотек, C++, это трансляция в Assembler, дальше уже машинные коды. Все это уже было. То есть это же нужно пройти, условно говоря, с сетевыми технологиями. Другая больше аналогия, которая мне больше нравится именно с точки зрения того, как должно выглядеть программирование, сетевое программирование, это базы данных SQL. SQL, это тоже язык того, как мы манипулируем с данными. В нем можно написать огромнейшие запросы, которые именно программист, как бы баз данных, то, что называется, он пишет вот эти огромные запросы, имитируя бизнес-логику конкретного приложения уровня выше. Дальше уже есть система, и он не задумывается, как там размещены эти данные, они находятся в памяти, они находятся на жестком диске, они вообще находятся где-то в другом распределенном хранилище. Внутри уже тех же самых баз данных есть система оптимизации этих запросов. Они разбиваются на некоторые планы выполнения. Сначала смержим эту таблицу, потом из нее там отфильтруем, потом смержим с другой таблицей. Все это делается с учетом тех возможностей, которые те же сервера, на которых запущены эти базы данных, они поддерживают. То есть вся эта функциональность где-то там внутри скрыта. И сетевой программист в будущем это должен быть некоторая новая, по-моему говоря, сущность, которая будет мыслить управлением сетью не как раздельными объектами, не как раздельной сущностью, а как к некоторым единым объектам управления. И он должен к этому единому объекту, то есть совершенно другая архитектура, к единому объекту, связанному к каким-то цепочкам, он должен, каналами, он должен применять какие-то, ну, совершенно другой язык о конфигурировании того, кто с кем может общаться, какие потоки данных разрешены, какие запрещены, как они должны идти, какие есть ограничения посередине, внутри сети и так далее. То есть вся эта логика должна быть скрыта вот в этом более высоковыруемом языке программирования. Своими абстракциями и со своей парадигмой, то есть с новой парадигмой сетевого программирования. То есть как в том же развитии баз данных все пришло к SQL, который позволяет писать абстрактные конструкции, которые дальше переводятся уже в машинные коды, и даже уже дальше эволюционируя там в область больших данных, где уже свои языки запросов, которые одни хороши для одних данных, другие хороши для других данных. Все это пройти с точки зрения сетевых технологий. То есть то, что раньше не было, сейчас вот это должно развиваться и развивается. Как должен выглядеть, ну, это примерно архитектура контроллера с точки зрения программирования. У нас есть приложения, которые должны писаться на некотором высокоуровневом языке программирования. Этот язык программирования поступает в наш контроллер или уже компилятор, это нужно уже по-другому понимать, который объединяет эти конфлис-ситуации, разрешает, ну, то есть объединяет правила на некотором промежуточном языке, это Intermediate, Representation, с точки зрения этой технологии компиляторов. После этого переводить по этому промежуточному представлению, он строит само OpenFlow правило, то есть как ассемблер генерируется по промежуточному представлению. Дальше уже некоторые, то есть в зависимости от оборудования, система расстановки правил, которая может какое-то правило разбить на несколько правил, причем в зависимости от разного типа оборудования. То есть здесь уже некоторые, как транспорт используется OpenFlow, но он уже ограничен. То есть это то, к чему мы стремимся с точки зрения развития SDN-программирования, вообще технологии разработки SDN-приложений. Соответственно, мы обсудили то, какие есть проблемы при разработке приложений, и то, как бы мы хотели, чтобы это выглядело. И OpenSource-ный контроллер Runes, который сейчас на релиз будем обсуждать, он, в общем-то, обо всем об этом. То есть его основная цель, с точки зрения его существования, как проекта на GitHub, это развивать технологии SDN-программирования. То есть в ней мы выкладываем новые наши идеи, исследования, новые алгоритмы, потому как приводить контроллер именно вот к такому виду, в которых есть системы, в которых есть более высокий уровень язык программирования для SDN, в которых есть система, которая по этому языку генерирует в той или иной степени OpenFlow-правила и уже пересылает в приказы для конечных устройств. Теперь о контроллере Runes и OpenSource-ной части, в чем мы расскажем уже от версии 0.6. Сетевая операционная система Runes, она появилась, она существует в нескольких вариантах. Первая из них, это была внутренняя ядерная версия, которая называется InCurnal, в которой мы реализовали гидреоперационную систему. Это было там 13-й год, мне кажется. Она самая быстрая версия контроллера, вообще самый быстрый контроллер в мире, он 30 миллионов событий в секунду обрабатывает, но он до сих пор самый быстрый контроллер, мы его анонсировали на OpenTalk Summit в 2014 году, но при этом мы в какой-то момент поняли, что это не главное. Быстрота для контроллера сейчас на данный момент не так важна. Важна именно эта технология программирования, для того чтобы появился в те же самые Marketplace и SDM-приложения, во-первых, эти приложения должны быть унифицированы, могли переноситься между контроллерами. Для программиста было просто их разрабатывать. Поэтому мы перешли уже на, создали open-source версию Runos, которая сейчас доступна на GitHub, в которой мы как раз, основная цель – это упростить разработку сетевых приложений. И о ней мы поговорим. Помимо этого, у нас есть внутренняя версия контроллера Runos, это с приложениями под нужды оператора связи. Это реализуется необходимые для метро-эзернет сервисы, такие как B2C, такие как VPN, L2VPN, VPLS, Multicast и так далее. Но сейчас мы будем говорить именно об open-source Runos и тех вещах, которые у меня есть. Что вообще есть в этом контроллере? Контроллер полностью находится в юзер-спейсе, то есть все приложения, сервисы и сам open-flow – все находится в юзер-спейсе. Сейчас что он умеет? Он умеет строить топологию, он умеет строить маршрут через всю сеть. В нем есть вот эти системы генерации правил, которые по более высокоуровневым абстракциям генерируют open-flow правила. Есть, был до этого REST API совместимый с контроллером в фудлайт, сейчас появилось 0.7.0.6.2, в которой появился, в которой этот REST совместимый не только с фудлайтом, но и с контроллером RUE. То есть, в принципе, вы можете запускать все приложения, которые сейчас еще для контроллера RUE, это японский контроллер от NTT, запускать на нашем контроллере. Там с небольшими модификациями, с оговорками, это все записано у нас в документации. Есть графический интерфейс, в котором можно посмотреть загрузку, можно посмотреть топологию, загрузку линков, посмотреть таблицы на коммутаторах, которые сейчас есть, можно добавить или удалить правила. Что появилось в новой версии? По сути, это очень большой релиз. Те, кто следит за нами достаточно давно, слышали о том, что мы его анонсировали еще в прошлом летом. В итоге мы все время его дорабатывали, улучшали. В итоге довели это до конечной стадии, когда мы смогли его выложить в open source. Во-первых, что самое главное появилось, это стабильность. Контроллер стал более стабилен с точки зрения работы. Мы обновили структуру игра контроллера. В ней можно теперь, нам стало легче, ну и вам, если вы захотите разрабатывать приложение сам контроллер, добавлять новые поля, какие-то экспериментальные поля для оборудования. Но самое главное, то, что появилось, то, что мы называем пакетной грамматикой для сетевых приложений. Это вот наша некоторая попытка, первая, ну не попытка, это первый шаг реализации нашего видения, то, как должно выглядеть с данным программированием, это пакетная грамматика для сетевых приложений. То есть это вскрытие низковой детали протокола OpenFlow и возможность через более высокую абстракцию. Вот, например, если понятно, что, ну как пример, то есть у нас есть возможность использовать привычную для программиста конструкцию if-then-else. Ой, if-then, то есть if-else. С точки зрения протокола OpenFlow это нельзя делать, потому что с точки зрения OpenFlow вы не можете никак сказать отрицаем. То есть вы не можете смачивать пакет, сказав, что все пакеты, которых не равны 22-м портам, например. Поэтому мы внутри себя позволяем писать такие конструкции и внутри перестраиваем правила таким образом, чтобы в итоге получилось то в итоге поведение программы, поведение правил на коммутаторе сопоставлялось с тем, что хочет программист. То есть когда он пишет такие конструкции. То есть, как видите, вот здесь он написал если source и destination либо А, либо Б, то нужно делать какие-то разные вещи. И это все. Если бы мы хотели это делать как раньше, то это опять такое полотно из OpenFlow команд, мы должны были заполнить и сравнить поля, опять записать, что по таким полям мы сравниваем, такие инструкции надо выполнить, отправить это все в сеть, следующее правило и так далее. Здесь много всего скрыто. То есть здесь программист вообще сейчас не думает о том, как конструировать вот эту OpenFlow команду прямо по добавлению потока. То есть мы автоматически в динамике понимаем, какие поля сравнивает программист. И уже по вот этой информации мы построим правильное правило, зальем правильное правило на коммутатер. То есть если, например, программист сравнивает по входящему порту и MAC-адресу, просто если он пишет, если он сравнил if destination или там source MAC, destination MAC такой-то и входящий порт первый, то сделать то-то-то. То есть вот как только он сравнил это в слоем коде, мы через всякие там перегруженные функции C++, шаблоны и тому подобное, мы запомним о том, что этот программист сравнил вот эти два поля. Соответственно, эти поля для него важны. И, соответственно, когда мы будем заливать на коммутатор эти правила, соответствующие его программе, мы зальем как раз правило, в которое будет сравниваться import и destination MAC-адрес с теми полями, которые он там указал при программировании. Все такие вещи, они, в общем-то, скрытые и позволяют программам писать более коротко. Это мы еще увидим. Появилась система тестов. Что интересно, это появилось то, что называемый Runos Book. Это подробная документация, инструкция по тому, как работает TopInfo Controller Runos на русском языке, она, правда, сейчас. И инструкция по разработке своих приложений, для того, чтобы любой человек мог попытаться написать свое приложение с нуля. Ну, REST описываемый стимус с Rue, и я уже говорил, но я не сказал, что есть коллекция REST-запросов для системы Postman, системы посылки через REST-команд, то есть это вы можете просто легко, тыкая, послать там правила, там, удалить поток, вы, например, удалите все потоки, просто кликаете на клавишу, и автоматически пошлется правильное, нужное правило на контроллер, и контроллер уже удалит за вас все эти правила. Проект, да, это проект с открытым кодом, это Apache 2.0, что сам, а есть на сайте, вот это вы можете скачать виртуальную машину с уже собранным контроллером и средствами для работы с OpenFlow, это, например, Mininet, есть список рассылки, в которые можно написать, контроллер пользуется, то есть его регулярно скачивает определенное количество людей, то есть есть интерес, причем, что самое интересное, это в связи с тем, что мы много всяких именно передовых вещей в плане разработки, в плане SDN-программинга реализуем, то интерес где-то процентов 70, это не из России, то есть в России интерес к контроллеру, он где-то там 30%, те, кто там только начинает, так как технологии, не так разумеют. Дальше уже разбивается где-то там 80 на 20%, это Америка, Европа, тех людей, которые интересуются именно открытой версией контроллера и тому, что мы там делаем. С точки зрения релизов, то есть следующий релиз, то есть это еще не конец, то есть дальше я расскажу все-таки, как мы, вот все, что я до этого рассказывал, как мы, работает наш высоковарный язык, это я еще расскажу. Сначала просто такая общая информация. По релизам у нас была версия шестая, следующая версия будет седьмая, она будет где-то в середине лета. В ней будет уже все более увеличение абстракции по программированию, будет добавлена система постройки под оборудование, будет система высоковровневая, будет высоковровневый интерфейс для, то что мы называем режим плагина, это по запуску сторонних приложений, вместо REST. REST нам не очень нравится, потому что он медленный, через него нельзя передавать, там, какие-то, нельзя от контроллера что-то сказать, нельзя от контроллера тем внешним приложением, которые к нему подключены, и мы хотим более интеллектуальный и такой более плотный интерфейс общения сторонних приложений. Что мы к нему подсторонним, это то, что его можно будет написать на любом языке программирования, при этом будет там псевдобинарная совместимость с контроллером, то есть можно будет напрямую использовать какие-то версии, какие-то в какую-то функциональность контроллера. Будут приложения, которые больше будут относиться к оперативной сети, ну и улучшение веб-интерфейса. Если пунктозировать, то следующая версия, ну, можно предполагать, она будет там потребоваться еще какое-то время, это, ну, там, 18-й год, это наше исследование в области системы разрешения конфликтов придет к той способности, что это уже можно будет отдавать в какую-то, ну, что это можно будет уже использовать в реальной жизни. То есть можно уже будет программировать, то есть за вас система будет все эти правила конфликта разрешать. Здесь, такой наскальной живописью, но представлено то, как работает наша система генерации правил. Основа это, то есть наше промежуточное представление, которое мы используем в контроллере, это деревья решений. То есть это информация о том, какие поля, по каким полям происходит сравнение, по каким полям сравнивают пакеты сейчас на коммутаторе, какие действия выполняют, то есть здесь можно сравнить по входящему порту, дальше, если в порт такой, тут сравнили уже по source-адресу, или по destination-адресу, там, а, или бы, все такие ветвления, они мы храним. То есть мы в процессе того, как приложение обрабатывает пакеты на сообщения, мы динамически, так сказать, записываем информацию о том, какие поля он сравнивает, какие действия с этими полями он совершает. То есть он изменил source-адрес, или destination-адрес, все это мы запоминаем. И это все сохраняется в трассе. С каждого, вот когда здесь, на картинке здесь есть пример, как это работает. То есть когда пришел пакет первого приложения, но как-то сравнило, как провело какое-то действие, сравнили какие-то поля для этого пакета. Второе приложение сравнило другие. Третье еще, и так далее. Все это трассы. По завершении обработки мы склеиваем эти трассы в некоторое единое дерево выполнения. На этом этапе мы можем детектировать конфликты, которые могут происходить во время работы этих приложений. Все это происходит в динамике, соответственно. Только мы построили это дерево, а дальше уже происходит такое hardware-генерация. То есть это по этому дереву правильным обходом строится, заполняется таблица потоков, которая уже нужным образом настраивается на коммутатор. То есть так мы проводим первый вот такой вот по той схеме, по архитектуре, которую я рисовал до этого. у нас есть уже высоковерный язык, по которому, то, что мы называем пакетной грамматикой, который уже транслируется с помощью вот этой системы деревьев решений, оно транслируется в железо. То есть есть некое представление, и оно уже переводится в железное. Здесь пример того, как выглядит приложение для нашего контроллера. Это приложение 2Lunit Switch. Те, кто не знает, суть в том, что мы запоминаем, то есть на коммутаторах мы запоминаем MAC-адреса, который через него проходит, source MAC-адреса, и когда мы в обратную пойдет пакет с таким destination-адресом, мы уже будем знать, на каком порту находится этот source-адрес. И мы отправим, уже зная этот адрес, зная, где находится клиент с таким MAC-адресом, мы уже отправим на нужный порт. То есть когда A захочет общаться с B, он отправляет пакет, от пакет мы должны запомнить, что на первом коммутаторе находится, на первом порту находится хост A, дальше, так как мы не знаем, где находится хост B, пока мы этого не знаем, мы должны рассылать бродкастами, то есть, да, рассылать бродкастами до тех пор, пока он не дойдет до хоста B. Когда B отвечает, мы уже знаем, мы смотрим на destination, это будет A, мы уже знаем, где находится A, так как мы его уже выучили или залёнили заранее. Дальше уже ответы пойдут напрямую в хост A. Как это выглядит с точки зрения контроллера? Я бы просто пример реального приложения, которое можно посмотреть на GitHub, называется forwarding. В нем реализованы два learning switch. Есть операция, есть функция Leon, которая просто запоминает то, где хранит базу данных MAC-адресов. мы запоминаем, на каком DPID порту мы встретили вот этот MAC-адрес. Есть режим запроса, то есть, спросить у этого хранилища о том, где, на каком порту находится, на каком DPID, на каком коммутаторе и на каком порту находится этот хост, для того, чтобы нам в будущем можно было понять, куда перестраивать нашу машину. Само основное приложение выглядит следующим образом. Мы получили MAC-адрес, то есть, мы получили пакетин-сообщение, мы вытащили из него MAC-адрес, мы залеонили его, то есть, если мы его уже знали, то мы не будем изменять, то есть, мы не будем его леонить, а если не знали, то мы запишем базу данных, информацию о том, где этот MAC-адрес находится. Дальше, если мы получили, где находится адресат, где находится, получателем этого пакета, по используя сервисы контроллера, как строение маршрута, мы смотрим, построить нам маршрут из точки А в точку Б, и дальше уже говорим о том, что мы хотим до этого получателя построить маршрут. Соответственно, здесь видна наша, то, что называемая, пакетная грамматика, то есть, такая первая ее версия. Ну, не первая, она уже существует не первый год, но которую мы используем. То есть, на основе вот этих двух примитивов, load, это вот наша абстракция, мы запомним о том, что конкретно эта программа, она запишет, ей нужен destination MAC-адрес, и ей нужен import. И дальше мы будем видеть, либо это, какое действие оно, то есть, дальше оно как-то анализирует эти пакеты. Проанализировав эти пакеты, мы поймем, что оно, ой, сделает какие-то действия. Либо это unicast, либо это broadcast. И в зависимости от этого, уже наша система генерации правил по вот этому дереву решения, которое оно построит, оно поймет, что нужно залить правил, у которого будет matchets import и destination MAC-адрес, и будет либо действие отправить на конкретный порт, либо будет там broadcast, это что-то из разряда отправить на все порты, будет отправить в группу. При этом вы здесь не видите вот тех слайд, то есть, того нудного заполнения сообщений, структуры OpenFlow, которые я показывал заранее, которые мы сейчас спорим. Здесь уже это все от вас скрыто. Все за вас делает контроллер, он будет сам дальше пытаться объединить или там правила, которые вам нужны, и, в общем, все хорошо. То есть, это вот некоторые наши битвы сковородные языка. Дальше мы над ним работаем, это уже как бы будет отдельное как бы какой-нибудь вебинар, в котором мы расскажем более детально о том, как выглядит эта система в детали. В качестве заключения SDN, ну и как и NFE, это вот такие смежные области, они уже есть сейчас, они сильно используются, активно используются в мире. Они позволяют упростить управление сетью, создавать новые сервисы, которые раньше было невозможно себе представить. Проект RUNOS, он существует в нескольких вариациях. Открытая версия, про которую мы говорим, она доступна на GitHub. В нем акцентное исследование в плане SDN-программирования. Сейчас уже мы на нем, он используется, на нем проводят исследования там зарубежные университеты, Германия и Америка в основном. Также были интересы из Китая и, кажется, Ирана. В России мы используем его для обучения в университете студентов по тематике SDN-программирования, вообще SDN OpenFlow. Есть версия, коммерческая версия, в которой для сервиса SDN-оператор, об этом, вероятно, будет один из следующих вебинаров. С точки зрения SDN-программирования, мы сейчас освоили то, как нужно программировать с помощью OpenFlow, и у них есть проблемы, но при этом это только начало развития именно технологии программирования для SDN-сетей. Это только начало. Нужно пройти еще все те же самые этапы, которые проходили, мы проходили, то есть история проходила для других областей. Нужно просто это делать быстрее, учитывая опыт, предыдущий опыт. Собственно говоря, спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Хочу сказать спасибо всей команде Spix и МГУ, которая работала над этим, работа над этим проектом, реализует свои идеи, проводит исследования, и которые двигают SDN OpenFlow вперед. В общем, спасибо и готов ответить на ваши вопросы. у нас есть вопрос, который звучит как «Есть ли возможность реализации SDN-сети без использования эмулятора Mininet?» Если мы хотим реализовать на практике, то самый на данный момент простой и доступный вариант для людей, у которых не готовы покупать именно сетевое оборудование, это есть дешевые, да хотя бы те же самые Raspberry Pi, на которые можно установить те же самые программные коммутаторы типа OpenVSWITCH или вообще использовать какие-то Wi-Fi точки доступа с прошивкой OpenVRT. И можно объединяя их в какие-то каналы поиграться как с реальным оборудованием. То есть это примерно будет как вы, как вы, если вы хотите что-то более приближенное к реальности, то это нужно смотреть на устройство. Практически все вендоры сейчас предоставляют практически все вендоры предоставляют коммутаторы, стиль 2 коммутатора, ой, 3 коммутатора или там аштизаторы, в которых есть поддержка OpenFlow. То есть можно их конфигурировать с помощью OpenFlow. И это позволяет вот сейчас уже на практике реализовать сеть именно на OpenFlow. То, что мы делаем для наших заказчиков или каких-то пруфов-концепт проектов. Mininet это по-прежнему удобное средство для того, чтобы отладить сервис в чистой реализации OpenFlow. То есть когда есть все, что мы хотим, на реальном оборудовании опять будут особенности, которые нужно учитывать. Следующий вопрос это с какими моделями аппаратных коммутаторов вы тестировали контроллер Ронос. Мы поддерживаем контроллер, я не сказал, мы поддерживаем все мы поддерживаем OpenFlow версии 1.3 в общем есть 1.3 то есть по сути мы работаем с OpenFlow версией 1.3.4 с OpenFlow версии. Мы работали с коммутаторами большим набором коммутаторов это Pika.8 различные варианты Cintec это NEC это Xtreme это Huawei вспомнил бы еще это NoviFlow в первую очередь это очень интересно то есть это вендор который производит именно чистый OpenFlow оборудование мы работали с российскими производителями типа LTECH Cintec мы работали у нас есть свой собственный контроллер как программный то есть это когда мы свитч натыкиваем сетевые карточки на них запускаем оптимизированные программные коммутаторы и есть железное решение на базе сетевых процессоров с ними тоже умеем работать и они себя как бы хорошо рекомендовали на них можно строить или иные сервис дальше уже есть особенности в аппаратных коммутаторах практически со всеми коммутаторами мы можем работать дальше идет идет анализ того коммутаторы имеют ли они необходимую функциональность для реализации наших сервисов каких то именно или для сервисов заказчика а сколько у них какие записи сколько у них таблиц сколько в этих таблицах записей какие поля они поддерживают насколько быстрых можно программировать как они вообще реализованы у них вот реализованного пункта бывает возможно бывает в версии когда например то самое опять же нельзя переписать именно опять же переписываться не самой которую не свечом он отправляется на контрплей процессор и там переписывается программа вот такие варианты но это как бы медленно то есть это нужно уже смотреть дальше анализировать но аппаратный коммутатор большой набор то есть со всеми можем работать в этом так в каких видах сетей сериас провайдер enterprise дата центра вы видите применение контроллера RUNOS и вообще OpenFlow сетей в скобочках в перспективе у нас есть уже Proof of Concept проекты когда мы применяем это не в перспективе а прямо сейчас для реализации какой-то интересной для заказчиков функциональности который вы не можете делать с помощью традиционных сетей или сделать дешевле чем это делает там циск ну более простым способом более элегантным на данный момент сейчас мы мы конкретно мы очень активно работаем именно с сервис провайдерами и мы смотрим на метр изернет то есть это на уровень региональных сетей интеграции ой взаимодействия реализация таких сервисов реализация таких сервисов как VPN и PLS на мультикаст именно для региональных сетей в центрах обработки данных ну вообще OpenFlow SDN сильно развивался в начале 4 года назад он именно применялся в центрах обработки данных и сейчас в той или иной степени SDN там используется то есть те же самые OpenStack которые вы знаете по конфигурированию программных коммутаторов это в чистом виде SDN то как оно это настраивает то есть это удаленное конфигурирование настройка когда появляется новый тенант или новые пользователи там появляются нужно виртуальные сети создавать это все SDN просто там используется не OpenFlow а именно то что называется OSDB это протокол именно общения с OpenSWitch но это SDN OpenFlow используется в тех же самых дата-центрах у сервис-провайдеров когда например Antity он использует OpenFlow на том этапе когда нам нужно тенант или пользователи они хоть и в СОДах но они выходят на сеть передачи данных когда они хотят общаться или между СОДами а если вы обеспечили пользователю какую-то сказали ему гарантированную пустую способность то если вы уйдете в неконтролируемую сеть то там вы можете ваш пользователь конкретно может попасть тот туннель который для этого поиска построен может попасть узкое горлышко и собственно говоря никакой способности вы там ему не предоставите и там уже работает OpenFlow SDN когда нам нужно конкретно этот туннель и конкретно этого поиска провести по нужным маршрутам так чтобы гарантировать СЛА который мы предоставляем пользоваться в корпоративной сети опять-таки это надо смотреть если мы смотрим региональную сеть филиалов и у нас есть центральный офис и есть его бранч и нужно обеспечить взаимодействие это очень похоже на сервис провайдера и каким-то там L3 VPN это тоже сейчас возможно это используется уходить ниже именно внутри отдельной компании это нужно там мы пока туда не уходим потому что хотя мы оттуда начинали то есть именно open source он был именно для интерпрайза но там именно суть в том что цена оборудования она пока пока выгоднее держать именно держать выгоднее использовать существующие там L2 коммутатора потому что сходные по цене что-то с поддержкой open phone найти сложно но есть варианты есть варианты есть интерес у людей пытаемся найти какие-то возможные возможные точки соприкосновения есть ли еще вопросы пока вопросы не задаются или люди думают то еще раз заходите на странице гитхаба качайте контроллер читайте документации попробуйте на виртуальной машине запустить посмотреть как это выглядит потому что это как бы новый мир я в SDN программировании об этом как бы хотел но имеет смысл знать вы же пытаетесь понять как работает учитесь как программируетесь работа с базовыми данных как работает как программировать распределенные системы это то как сейчас развивается SDN программирование как бы этому нужно следовать об этом думать развивайтесь пытайтесь понять куда движутся технологии может у вас поездки крутые идеи которые можно там реализовать или применить на практике пишите мы с удовольствием с вами вместе проведем пилот исследования или обсудим как можно или нельзя применять контроллер и вообще в вашей сети задержка принять решение контроллером порядок сейчас во-первых у контроллера у Runos у него порядки принятия решения это миллисекунды ну например ну ну чтобы не укаять например перестроение маршрута он учитывает ну для большой сети для большого числа сервисов для всех сервисов он учитывает порядка там 50 миллисекунд 50-60 миллисекунд но дальше возникает вопрос о том с какой скоростью то есть вот контроллер все посчитал он отправил в сеть правила но как мы уже видели я рассказывал о том что скорость обработки этих правил сетью она варьируется от устройства к устройству и тут уже первая версия когда они оптимизированы когда мы даже не пытались ну когда мы даже об этом не думали о том что коммутатор мог так медленно работать у нас и там по 40 секунд перестраивались эти сервисы сейчас то что мы сумели добиться на том оборудовании с которой мы хорошо работаем и под которой мы подстроились у нас скорость переключения там для большого количества правил то есть для большого количества набора сервисов это порядка 0,8 секунды порядки такие сейчас то есть можно быстрее но пока оборудование но вот на таком она так и на таких порядках работы при этом это устраивает на данный момент тех с кем мы работаем взаимодействуем то есть происходит достаточно быстро и тоже там мальтикаст перестраивать картинка там не особо что пропадает так если еще вопросы вот так уже как бы задержались наверное выберись и сейчас у который нам полагался наверное тогда может еще 10 вопросов в общем то тогда всем спасибо за внимание следите за нашими обновлениями пробуйте новые технологии жатель на практике думать о том как можно какая есть проблема вашей сети можно ли было ее решить с помощью sdn openflow мы с удовольствием это обсудим и попробуем решить эти проблемы всем спасибо до новых встреч и следите за обновлениями на на сайте спикса спасибо до свидания